всем привет дорогие друзья ну что ж очередной обзор лотов на виолити я вам хочу показать интересный такой прикол на сайте виолити значит так как сайт виолити очень интересный в плане интерактива и возможности поиска лота мне нравится такой раздел смотрите вот допустим я листаю там лажу по каким-то поисковым грубо говоря ну операциям да там допустим хочу посмотреть там одну монету вторую третью периодом и так далее и потом это запоминает грубо говоря видимо каким-то образом искусственный интеллект наверное и мне потом предлагают лоты для вас такой раздел вот и здесь сразу вот я открываю и сразу мне предложил сайт виолити 3900 лотов грубо говоря подобных которых когда-либо я искал на сайте виолити то есть вот чтобы вы понимали можно по такому признаку примерно определить что обычно я ищу на сайте виолити то есть вот вот и для меня и тут погнали грубо говоря монеты российской империи это то что всегда больше меня всего интересует на данных интернет-площадках я не просто так интерес ну и грубо говоря заинтересовываю вас сайтом виолити потому что на этом ресурсе очень выгодно и удачно иногда делать покупки сам не раз делал покупки посмотрите какая медная красавица очень хорошем состоянии и я бы сказал вообще недорого ну да есть следы коррозии однако можно поработать с данной монеты для себя для коллекции в шикарном состоянии и недорого зацените капсулы какие можно тоже увидеть то есть вот я искал допустим какой-то инвентарь да что-нибудь такое для коллекционера нате вам опа вот мне сам виолити предлагает вот такие позиции это очень интересно вот там какие-то полтинники то есть вот то что когда-либо я смотрел ой какая красота смотрите мс-62 в слабе блин прямо сейчас вот таким образом раз все я ставлю под наблюдение это мне уже очень интересно очень высокий хороший грейд видео на ю тубе по грейду у меня будет скоро на канале сразу скажу что в принципе ценятся монеты в слабах с грейдом выше мс-60 то есть если грейд ниже мс-60 опять же еще и зависит от периода конечно же допустим монеты старше 1700 года то есть 1800 вернее года там уже до ау-55 ценится ниже не особо ценится если монеты старше 1810 года то ценятся монеты такие в слабых только грейдом выше мс потому что ау-55 никто не хочет покупать проверено по моему замечательному рублику вот по такому рублику никому на хрен не нужен хотя монета в изумительном сохране супер интересная полно вес то я толстая в замечательном состоянии но по какой-то причине за адекватные деньги до сих пор никто не сделал покупку поэтому скорее всего я данную монету вытащу из слабо от мою и положу себе ее в коллекцию не буду я ее продавать потому что если я ее продам я хрен потом найду такой рубль а народ который смотрит на данную монету и до сих пор еще не купил я просто не понимаю причину они надеются купить дешевле в подобном состоянии рубль еще и при такой уникальности тут же есть номер можно зайти и посмотреть его характеристики но ни у кого не хватает мозга это сделать да и не надо я себе оставлю замечательную монету потому что если ее продам я хрен потом куплю подобный вот такие интересные замечательные лоты предлагает мне сайт виолити нифига себе вы только посмотрите какая красота обалдеть вот это да я такую монету даже не видел еще никогда в руках в живую 3 марки 1928 года это германия очень интересная монета класс тоже будем наблюдать я такое люблю сегодня как раз воскресенье я думаю вам интересно увидеть что же сегодня будет грубо говоря идти к завершению потому что сегодня аукционы заканчиваются также грубо говоря последний день перед выходным людям делать не хрен как правило лежат на диване плюют в потолок а так может быть сейчас вы что-нибудь для себя такое интересное увидите от чего у вас бросится все тело в дрожь и вы побежите нажимать кнопки на своем смартфоне ноутбуке планшете и искать для себя что-нибудь интересное вот какой интересный левковый талер фальшивый его уже не первый раз вижу но фальшивый почему-то никто не хочет покупать себе левковый талер есть шанс грубо говоря взять в убитейшем состоянии коронационный рубль однако в идеальнейшем состоянии он стоит в районе тысячи долларов дорогие друзья так что ссылка на сайт виолити в описании обязательно переходи и ищи что-нибудь для себя также иногда еще нажимаю интересные лоты потому что здесь уже может попасться что-то такое что даже никогда не думал искать вот например как полтина петра первого нихрена себе затерялась среди интересных наручных карманных часов или даже вот такую подборочку можно в интересных лотах смотрите 1 гривна 1996 год 17 монет на минуточку дорогие друзья нифига себе лотик вот такое чудо ссылка на сайт виолити в описании прямо сейчас еще смотрите 1 гривна девяносто пятый год я так понимаю сегодня она на подходе и посмотрите какая замечательная цена я даже буду наблюдать мне интересно чем закончатся данные торги это же интересно класс чашечка с блюдечком посмотрите какая за нее драка идет за эту чашечку с блюдечком ничего себе что он такого кому-то что-то интересно это не совсем моя тема вот такие часики автомобильные номера монако может кому интересно какой-то team в 1665 ян казимир вот такая интересная монетка может попасться вам вот интересные лоты смотрите 1 гривна и какие-то три разновидности сейчас посмотрим по годам все три 2001 года цена 700 гривен вот зацените какие интересные гривны что что такого необычного вот здесь веточка касается канта здесь не касается канта но они между собой каким-то образом отличаются сейчас посмотрим по данной стороне здесь ничего не видно и по гурту я тоже ничего такого не вижу что там за три отличия наверное вот эти в буквах д может быть точки разные ну понятно здесь тоненькая здесь более широкая здесь тоже такое более как круглая что ли он такой малозначительное отличие единственное ну как по мне лично то для меня выделяется только вот эта верхняя монета но цена нехилая на будет посмотреть каталоге и т.к. в чем же разница между этими тремя штампами а кто знает из вас напишите в комментариях чё за хрень и почему так дорого всего лишь 1 гривна 2001 года вот такой рубль я помню в детстве я такой у бабушки нашел и умыкнул себе в коллекцию а сейчас он стоит 250 гривен еще убитенький до статуэтки смотрите какие муж объявился а муж объелся груш полная интересно муж объелся груш так какая-то брошь чехословакия ой какой рубль интересный сорок восьмого года в очень очень неплохом состоянии сейчас мы посмотрим что там на версию него да очень неплохое состояние буду наблюдать кстати здесь можно еще нажать колокольчик чтобы она предупредила о смотрите сегодня ведь и заканчивается в 21 08 вот это уже интересно ссылка на сайт виолити дорогие друзья в описании офигенный рубль сегодня будет финишировать и у нас есть шанс у кого-то из вас его прикупить себе в коллекцию класс подписывайтесь на мой канал пишите свое мнение в комментариях всем удачи пока